Дышать становится все труднее. По данным ВОЗ, в мире стремительно растет число легочных заболеваний, в том числе бронхиальной астмы. В Казахстане один из самых неблагоприятных регионов в этом отношении – Восточно-Газахстанская область, а в частности Усть-Каменогорск. По сравнению с прошлым годом, число пациентов с астмой выросло на 10%. Индира Кокимова расскажет подробнее. 38-летняя Елена Кусманова недавно пополнила ряды астматиков. Приступы начались год назад, но диагноз поставили только сейчас. Хотя таких, как Елена, Усть-Каменогорске немало. Я уже сейчас с ребенком не смогу ни поиграть, ни побегать, ничего. Все уже. Мне это тяжело. И это обидно, что в таком возрасте я уже это, как бабушка можно сказать. Врачи подтверждают, что число страдающих заболеваниями дыхательных путей растет. Только астмой Восточно-Казахстанской области болеют порядка 8 тысяч человек. Из них почти 3 тысячи в Усть-Каменогорске. По некоторым данным, в среднем в год ряды пациентов с этим диагнозом пополняются на 10%. Бронхиальная астма – это хроническое воспалительное заболевание, сопровождающееся приступами кашля, одышки и удушья. Главный врач больницы номер 4 Усть-Каменогорска Сергей Попов объясняет прирост больных хорошей выявляемостью. Это общемировая тенденция. Во всем мире растет количество пациентов, которые страдают заболеванием бронхиальной астмой. Это связано с тем, что в последние два года у нас улучшилось количество амбулаторного лекарственного обеспечения. А вот эколог Татьяна Чернышева считает, что самое время бить тревогу. Настаивает на том, что жители промышленных городов должны иметь доступ к санитарно-курортному лечению. Именно применительно к промышленным городам развитие санитарно-курортного лечения и оздоровление всего населения, и взрослого, и детского. Елена Кусманова согласна с мнением экологов. Ведь теперь ее жизнь во многом зависит от ингалятора. А самое тревожное, что в ее окружении она не единственная, кто страдает от астмы. Индира Какимова, Кирилл Ефремов. Восточно-Казахстанская область. Продолжение следует...